приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас 1 июня и соответственно подоспели впечатление мая очень быстро на меня пролетел май что-то я здесь позаписывала но я не знаю как так быстро прошел этот месяц я не верю что уже лето потому что у нас в киеве летом не пахнет я на прошлой неделе спрятала зимнее пальто недели три назад я еще ходила в осеннюю барабашка у меня завелся барабашка это тот страшный момент когда у тебя в доме начинает что-то двигаться ты думаешь а это кто-то а потом ты понимаешь что здесь никого кроме тебя нет это очень неприятное ощущение так вот да теплом у нас особо еще не пахнет ну то есть как у нас хочу вам сказать не лето я еще ни разу даже не надевала босоножки я просто не надевал я даже не доставала еще потому что в этом мероприятии нет смысла хотя очень часто в мае я уже открывала купальный сезон практически каждый год я в мае купалась вот этот год какой-то не такой к сожалению но что имеем то имеем может дальше будет лучше посмотрим в общем месяц май у меня начался с фотосессии с фотосессии и меня в том числе из фотосессии нескольких вышитых работ в ботаническом саду я уже все это по выставляла в инстаграм вы могли видеть и фотография меня смогну ли из оформленной магнолии кругом от алиса княз набрала у меня этому по моему вторая в моем инстаграме по популярности фотография после нас с живым огнем с картиной живой огонь вот моя магнолия вам показывала ее уже в предыдущих впечатлениях месяца все время кажется что ее криво показываю но нет все правильно так и должно быть и конечно я очень довольна тем как она оформилась и я заказала себе еще одну рамку рамку для маков для той работы которую я вышивала как раз этой весной и эта рамка тоже уже пришла на вот здесь вот прям рядом со мной лежит и в ближайшее время я думаю что я маки тоже оформлю я спросила вышивали недели нужно ли снять видео о том как я оформляю работу в рамку так вот это все выглядит с другой стороны здесь есть задник и если вот это вот открыть не знаю так сейчас смело это дело вдруг то что страшный ну вот в общем то вот так вот это выглядит то есть просто натянута не не страшно все хорошо вот так вот натянутая нитками работу это даже выглядит неплохо хочу вам сказать я уже сама забыла в общем я сниму видео да как оформить как я оформляла в круглую рамку ничего здесь сложного нет здесь у меня пока что работа без стекла но я планирую потом вставить туда музейное стекло наверное сразу туда и в маке я никак усесться не могу я очень странно только что села потому что у нас плохая погода и чтобы у меня если я сделаю вот так поставлю камеру нормально у меня будет половина рука лица в тени поэтому я пытаюсь тут как-то извернуться но надеюсь что будет нормально в общем второе впечатление мая это выпечка пасок куличей я пекла второй раз в жизни первый соответственно был в прошлом году второе вот был в этом году я очень долго думала буду я делать не буду в конце концов решила что давай попробуем во второй раз хочу вам сказать это было уже полегче чем в первый я поняла что какой-то там особо высшей математики нет просто это долго это долго все вот эти этапы пока там она подойдет пока подойдет это опара подойдет само тесто подойдет тесто уже в самих этих форм очках пока ты его повымешиваешь вмешивание мне далось очень непросто в этом году потому что я в прошлом году мне кажется добавила слишком много муки то есть я немножко так тесто забила этой мукой и в этом году мне было очень страшно сделать то же самое я добавляла муку очень по чуть-чуть мне это тесто липло к рукам короче целая история но в итоге потом она у меня еще в этих формочках не хотела подниматься потому что в квартире было холодно это вся та же история что и в прошлом году я поставила его в комнате тут как раз вот вот прямо здесь нам на подлокотник дивана я его поставила накрыла полотенцем включила кондиционер градусов по моему на 28 я не знала что мне кондиционер выдает такие температуры казалось что выдает накрыла полотенцем соответственно чтобы само тесто не обдувалось чтобы просто тепло было и значит подходила у меня это тесто наверное около часа подошло подошло хорошо в итоге отличные вышли у меня пасочки куличи ну я я пока у меня еще не закрывается дверь в спальню где я сижу вышиваю потому что у меня там турник висит и я чуть не угорела пока подошло это тесто короче с такими приключениями но в итоге я его сделала я сделала саби и пасхи я все это допекла где-то уже ближе к 10 часам вечера в следующем году если я буду делать я буду делать раньше я вот начну прям самого утра чтобы не уходить в ночь с этим тестом ароматы конечно в тоби были потрясающие я делала с сукатами с изюмом глазурью я покрывала на следующий день я хотела все сделать в один день в прошлом году так делала в итоге мы пекли это все дело синхронно с подругой но соответственно она у себя дома я у себя и она горитая глазурью буду завтра я такая сижу что так можно было короче я тоже покрыла на следующий день глазурью я делала глазури на желатине да я напомню я как из месяца в месяц помню что об этом нужно говорить впечатление месяца это не исключительно вышивальные впечатления вышивали здесь много но не только они это впечатление месяца в общем короче я сделала глазурь на желатине желатин и сахарная пудра и лимонный сок по моему мне очень понравилось я теперь всегда буду делать исключительно такую глазурь хотя я потом видела в интернете что у многих не получилось говорили да нет это какой-то бред она не застывает хитис да мне все застыла и застыла достаточно быстро она у меня загустевать начинала когда я последние вот эти вот паски покрывала она у меня уже была такая в полной программе густая у меня была готова водяная баня чтобы его растворять но я успела я успела покрыть все много у меня получилось этих пасок по моему то ли пять из которых три больших и получились они действительно вкусные вот мне понравилось больше чем в прошлом году короче говоря раз в год я такое готова сделать но не чаще вот это вот дрожжевое тесто весело кстати я первый раз в жизни работала с живыми дрожжами вот которые в брусочках не сухими мне понравилось тут как-то в этом году у меня хорошо с этой всей пасхальной выпечкой сложилось конечно столько сил у меня ушло в яйца что и в пасхе что я уже на яйца меня уже не хватило у меня были с прошлого ли какого-то позы прошлого года знаете вот эти термонаклейки я такая пойдет отлично я вообще практически забыла про эти яйца мне бабушка напомнила у нас как раз начались там еще такие не очень приятные семейные нюансы и я я бы серьезно я бы не вспомнила про те яйца и мне бабушка я говорю вот паски паскинка яйца это покрасила я так яйца вот оно что реально если бы мне не напомнили я бы хворила вот в пасху утром но здорово здорово конечно это все получилось я довольна и в следующем году очень сильно надеюсь что повторим конечно пасочки не самым лучшим образом сказываются на фигуре хочу вам сказать у меня в этом году было я буквально сегодня утром мне подруга сбросила горит как можно похудеть к лету если ты хочешь в феврале ты хочешь блины в марте это в апреле ты хочешь куличи а в мае ты хочешь шашлык вот практически то же самое у меня и произошло у нас в этом месяце было и открытие уже такого нормального дачного сезона мы на майске уже настолько хотели на дачу с ночевкой у нас там было еще по-моему четыре дня выходных что в принципе градусов 16 это была нормальная температура сейчас мы завтра не поедем на дачу потому что нам 17 холодно а на майске нам 16 было просто просто шик отличная температура выезжаем конечно мы грели там обогревали дом шел дождь какой-то каран на 1 майске мы по моему шашлык даже не смогли пожарить мы там что-то очень быстро там что-то что-то пожарили но выехали к чему я рассказываю всю эту длинную историю и выехали мы с этими куличами опять же и на 2 майские делали шашлык короче я вам рассказывала впечатлениях апреля про свои похудательные как это сказать приключения про свой бег на беговой дорожке в мае он у меня продолжился по крайней мере в первой половине мая но я немножко уменьшила то есть часто я делала такие половинные тренировки типа по 5 километров пробегала но в мае у меня в принципе такой жизненной активности было больше я очень много ходила поэтому когда я понимала что я сегодня уже и так молодец я пробегала либо половину либо вот предыдущие две недели вообще мне не до бега но слава богу закончился локдаун у нас открылись залы и я три раза в неделю на степ аэробики что меня неимоверно радует я посреди занятия ловлю себя на мысли я смотрю на себя в зеркало я вижу у себя до лица абсолютно дурацкую какую-то улыбку блаженную 7 потов сходит но при довольная довольная мне действительно очень это нравится ну вот это моё вот степ аэробика это прям моё но за месяц апреля и за начало мая я вам рассказывала что я там сбросила на беговой дорожке три килограмма на самом деле наглым образом обманула 4 вот 4 килограмма отобрала у меня беговая дорожка что за что ей премного благодарна пусть отберет еще четыре я буду не против жить мне без этих 4 килограмм стало легче гораздо легче не только морально но еще и абсолютно физически а у меня стало меньше болеть спина тьфу 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 у меня вот нет лишнего веса какое смелое заявление на самом деле по каким-то таблицам да по каким-то подсчетам есть же нормы веса в зависимости от возраста роста чего-то там еще там чуть ли не объема кисти там ну короче есть разные там эти показатели у меня вес в норме то есть я нахожусь в норме как бы в границе вот этой вот веса но я чувствую что мне мне есть что еще бы отдать поэтому в общем надеюсь что у меня это будет и дальше получаться но уже даже с таким результатом я очень очень довольна и сейчас с вот этими вот всеми куличами шашлыками и моими вышивальными приключениями которых я вам расскажу чуть попозже даже где-то наверно недели полторы я уже не бегала у меня вес стоит на месте то есть я не поправляюсь он просто стоит ровно там же где был то есть очевидно моей ежедневной активности и тренировок степа аэробики хватает на то чтобы оставаться в том виде в котором я есть если честно кто-то бы наверное на моем месте расстроился но не я потому что я в принципе мне это устраивает то есть есть беговая дорожка на которой я все это дело могу сгонять и если у меня будет в будущем возможность когда я дойду до того в общем состояние до которого я хочу дойти если я смогу удерживать это все просто обычной степа аэробикой я буду счастлива я просто буду счастлива но еще конечно мне есть куда хотя сказать куда растинуть немножко другая история наоборот наоборот и этим я и буду заниматься надеюсь что уже в это воскресенье вот сегодня у меня пятница когда я снимаю вам это видео вот надеюсь что в воскресенье я возобновлю свой бег потому что у меня уже будет закончен мой такой двухнедельный вышивальный марафон сейчас вам об этом тоже расскажу но я безумно рада что я многих из вас смогла промотивировать столько людей мне пишут что купили тренажеры купили беговые дорожки и начали бегать где-то просто по улице это очень круто правда это очень круто я я вами горжусь и надеюсь что отставать от вас не буду но я уверен я уверен что не буду от вас оставить потому что вчера мне уже очень сильно хотелось побегать но я просто усадила себя назад за станок потому что на то есть причины сейчас вам о них тоже расскажу еще немножко о даче во впечатлениях апреля я рассказывала вам долгую грустную историю по поводу того что у нас рядом продалось два участка один из которых принадлежал моей скажем так подруге детства и я просто была в какой-то прострации и вообще было сложно себе представить как можно землю продать как можно дачу продать но еще конечно я была беспокоена тем что начнется стройка это но участок вот вот рядом с нами прямо рядом с нами у нас забор с ними общий я около этого забора сниму сижу вам там снимаю впечатление месяца и очень надеюсь что впечатление июня мы уже с вами встретим не вот здесь вот в столовой а встретим с вами уже снова на качельке тьфу 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 очень надеюсь что это получится и конечно это все было очень так волнительно потому что было непонятно что там кто там как там в итоге оказалось что эти два участка купил один и тот же человек это я знала познакомились с этим человеком оказался он очень милый мужчиной и мы с ним начали объединяться у нас давно была идея нам там нужно было с тыльной стороны участка там на дальних рубежах нам нужно было переделать забор там но там целая история там нужно было и вывозить там всякие мусора и то есть это был такой типа как хус двор такое что-то он был с такой горкой там надо было пригонять экскаватор это все ровнять и в общем у этого нашего нового соседа была приблизительно такая же ситуация мы хотим сделать там просто как бы еще часть участка это посадить какие-то деревья что-то такое он хочет мы хотим сделать ворота чтобы когда к нам кто-то приезжает на машине чтобы они могли заехать получается ну как с другой стороны участка он хочет себе там тоже сделать опять же заезд для машин и мы с ним объединились таким давайте-ка мы с вами вместе тут побомбим все и буквально за наверное недели две мая чего мы только не сделали мы себе там поменяли на вес мы очень давно хотели сделать у него там работали какие-то рабочие которые там они уже доделали у него на участке там что было надо вы такие простая вот рабочая на вес нам нужен на вес короче сделали мы себе на вес потом опять же мы объединялись с этим соседом заказывали там на двоих один экскаватор это вывоз этого всего мусора короче мы там такую революцию сделали реально настолько круто как-то прям не знаю что делать с хорошим соседом потому что раньше у нас с соседями только приключения были сейчас же вот хоть крайне прикладывай какой-то там вы печника позвали у нас есть печь короче он проверил сказал что мы можем топить эту печь у нас в доме двухэтажная печь и она когда ты даже в детстве моей мамы она работала то есть ею дом отапливали там на втором этаже просто как печь а снизу там прям есть духовка и комфорки то есть на ней можно готовить как настоящая печь но если честно мы ее боялись всегда топить и позвали мы этого печника он все проверил сказал что вот такая печь топите пожалуйста но мы я думаю не будем этого делать потому что все таки это очень опасное дело если там не дай бог что-то где-то пойдет не так этот угарный газ это страшное дело у него ни запаха ни вкуса ты засыпаешь и не просыпаешься вот поэтому если есть возможность от этого и как бы отсторониться мы лучше от этого отсторонимся у нас есть другие методы отапливай отаплива короче отапливаем и другими методами но само по себе прикольно что вот строили на славу хорошо делали печи так что в этом деле слава богу все хорошо посмотрим как будет дальше будет ли там действительно какая-то стройка будет ли там какая-то активная деятельность пока пока все более чем хорошо скажем так и тьфу-тьфу-тьфу как-то часто я звук делаю в этом видео но пока что судя по всему нам с соседями повезло если действительно там будет какая-то стройка то я думаю что мы сможем договориться чтобы там все проходило более-менее нормально чтобы хоть по ночам они не строили по выходным они не строили поэтому в этом деле у меня появился оптимизм следующее это все переходим уже к рукодельным следующее это то что месяц май открыл для меня такое такое очень приятную деятельность для меня это вышивка на природе я буквально за предыдущую неделю успела уже дважды повышевать на природе я вышивала с подругой мы ходили в на владимирскую горку в киеве а сидели там вышивали на лавочках это это очень забавно я вообще очень люблю вышивать где-то не дома и вот буквально несколько дней назад мы с подругой я ездила к ней в вишневое это город под киевом и там вообще очень классно это все было вышивали недели которая вышла вчера вы могли это видеть там такие там озеро очень красиво и там такие шезлонги то есть ты можешь прям вот так вот залечь почему шезлонги такие большие там на два на три человека идеальное место для того чтобы вышивать я вообще очень люблю вышивать в компании не только на природе на природе особенно но вообще в компании у меня почему-то очень быстро идет процесс при этом я абсолютно контактная это не то что я там села уткнулась и все этом со мной не поговорить нет я абсолютно нормально все разговариваю общаюсь и при этом быстро вышиваю не знаю что это за такой момент но меня это очень радует так что открылся у нас сезон вышивки на природе и надеюсь что лето будет богато на такие мероприятия потому что это приносит реально большое удовольствие и тот самый марафон о котором я вам хотела рассказать мне такое ощущение что я сползаю все ниже и ниже вы меня видите все хуже и хуже в общем я думаю вы знаете что я составляю планы я не снимаю видео с итоге там например мая итоги апреля итоги марта я делаю по сезонам то есть я делаю планы на сезон и и итоги сезона соответственно у меня были планы на май и если раньше мне говорили и не просто раньше мне про планы на май такое говорили что ой да вот ты такие строчки реальные планы водка вот туда зачем да поставь меньше больше достигнешь ну я уже много раз об этом говорила я всегда планирую больше потому что мне кажется чем выше планку ты себе поставишь тем выше ты прыгнешь то есть это себе поставишь мало ты сделаешь мало если поставишь много и шансы что это сделаешь много но в этом сезоне у меня реально была возможность выполнить все свои планы казалось бы они были действительно очень такими большими очень обширными но если бы не три процесса которые не вписались в мою жизнь неожиданно это топеры мои пасхальные это лисичка вот так я подвисаю я думаю уже немножко про другое думаю как бы вам лишнего сейчас не сбалкнуть лисичка от анны петуновой это уже десять тысяч крестиков не запланированных и так же у меня был еще в этом месяце первоотшив видео о котором я очень сильно надеюсь выйдет в июне точно так же как вы сможете я надеюсь уже в июне в общем-то приобрести этот набор это будет набор очень классный очень такой волнительный для меня самой поэтому дождитесь я надеюсь что уже скоро 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 я вам все расскажу все покажу я я очень довольна проделанной работой вышивка небольшая но интересная яркая красивая и я думаю что она многим понравится очень сильно на это надеюсь поэтому потираю ручки и ждут его прекрасного момента когда смогу вам об этом рассказать в общем если бы не вот эти вот три процесса но в основном два я бы выполнила все свои планы да мои планы на весну были бы полностью выполненными сейчас они у меня выполнены где-то ну вот на данный момент у меня осталось еще три с половиной дня мая они у меня они у меня выполнены на данный момент процентов наверное на 85 только одну большую работу я не начала но две недели назад я поняла что у меня остается две большие работы это девушка на пляже на море вышивка по авторской схеме у дарьи мостраковой самые внимательные зрители уже наблюдают иное количество времени что-то белое лежащее рядом со мной это она и также это многострадальные калибрии фуксии с печатным крестом от dimensions я поняла что две большие работы каждая из которых ну в девушки на пляже там все было по оптимистичнее в калибрии фуксии там вообще все было плохо работа сложная работа медленно вышивается я поняла что если я их за эти две недели не закончу а у меня кроме этого еще была норма 4000 крестиков в юноне не вышитая два ангела не вышитых от евгении колесниковой а бэкстич не сделан на работе от dimensions gold nuggets и это все посчитала посчитала что у меня осталось 14 дней и 13 тысяч крестиков это только крестики а там еще бэкстич прикинула села это все посмотрела на это поняла что шансы конечно есть но минимальные но если шансы есть то наверное стоит постараться я очень не хотела тянуть с собой девушку на пляже которая была начата в мае прошлого года и калибрии фуксии которые были начаты в июне прошлого года но натянуты на раму еще год до того не спрашивайте в общем я их очень не хотела тянуть в еще одно лето вносить их в планы на еще одно лето и я поняла что если есть хоть малейший шанс разобраться с ними в мае нужно им воспользоваться и на данный момент на пятницу двадцать какое то там двадцать восьмое мая у меня у меня в калибрии фуксиях вышиты уже все крестики вы уже тоже могли видеть это вышивальные недели сейчас вот буквально досниму это видео и пойду приступать к бэкстичу у меня осталось еще две с половиной тысячи крестиков в юноне которые мне надо вышить напомню три с половиной дня у меня осталось еще в мае но есть и хорошие новости то что да моя девушка на пляже уже полностью закончена я думаю вы тоже ее могли видеть вот вот такая вот работа она большая она реально большая и красивая я очень довольна по ней как я уже сказала есть отдельное видео можно посмотреть и я очень довольна правда что один большой финиш мая у меня есть и она точно уже не пойдет со мной в следующее лето ну логично закончена калибрии фуксии конечно под вопросом я все таки в юноне я понимаю что я вышью эти две с половиной тысячи а вот калибрии фуксии там много бэкстича там стебельчатые стежки там гладь 20 процентов работы гром 20 процентов работы занимают все вот эти вот отделочные стежки и напомню три с половиной дня посмотрим сегодня как пойдет бэкстич у меня правда уже 4 часа дня у меня сегодня еще тренировка посмотрим как он пойдет я думаю что вот ближайшие два дня покажут особенно завтрашний день но вы знаете вот двоякая ситуация с одной стороны было бы обидно показать эту работу в итогах весны в каком-то плачевном состоянии там типа половина работы вышита это с другой стороны показать чуть-чуть недошитую работу которой не хватило буквально там несколько дней еще обиднее поэтому я конечно приложу все усилия выходные у нас будут не хотел сказать не пляжные не дачные и не пляжные в том числе ну только если вы не увлекаетесь этим водными видами спорта прям доплыть до дач у нас тут дожди 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 ближайшие из которых я думаю начнется через несколько минут и я не могу сказать что я очень расстроена потому что мне реально в моих весенних планах нужно сделать последний рывок и я все таки надеюсь на данный момент что я смогу закончить калибри и фуксии и если я закончу эту работу хотя хотелось бы сказать когда я закончу эту работу я думаю что я ее практически сразу понесу в пакетную мастерскую потому что я уже себе представляю как я ее хочу оформить вот такая вот история я еще не составляла планы на лето хотя осталось несколько дней мне подруга говорит ну что там твои планы на лето я говорю я не составляла еще планы на лето она такая как я говорю ну вот так вот возможно стоит оставлять какое-то какое-то пространство для маневра себе с одной стороны а с другой стороны а вдруг не будет никаких неожиданных процессов а я напланировала мало посмотрим но в любом случае лето я думаю что у меня в большинстве своем пройдет под знаком Dimensions потому что у меня есть несколько наборов в частности три набора которые ну вот прям летние летние и я думаю что начну я их летом у меня вообще родилась такая мысль я тут в таком процессе скажем так выполнение вышивальных планов от Оли с канала крестика хвостик ее такие вышивальные достижения что-то я там уже позакрывала но среди прочего там есть такое достижение которое называется неделька там нужно на протяжении недели на протяжении 7 дней каждый день начинать какой-то новый процесс и возвращаться каждую нет по-моему там раз тут надо уточнить каждую неделю или раз в месяц в этот день возвращаться к этому процессу возможно и раз в месяц посмотрим то есть если например я начала не знаю там какие-нибудь маки в понедельник я могу вышивать эти маки и во вторник и в среду и в четверг но в понедельник обязательно я должна их тоже повышивать но для этого нужно сделать неделю стартов я никогда ничего подобного не делала не начинала вот так вот каждый день какой-то новый процесс я мне очень интересно за этим наблюдать если у кого-то там неделя стартов месяц стартов это правда очень интересно я наблюдала с девочками несколько лет назад которые делали прям месяц стартов прям 30 работ начинали если апрель в апреле же у нас 30 дней да? январь, февраль, февраль 30 кто считает месяца по косточкам? значит 30 работ но по-моему я еще не видела ни одного человека на ютубе который все что поначинал позаканчивал по-моему большинство эти работы еще тянутся я бы наверное сошла с ума вот вот серьезно у меня все таки немножко душу тянут начатые и отложенные работы но мне кажется недели стартов это не так много то есть в принципе я же себе и так на работы могут быть любого размера я же себе и так на лето запланирую по-любому больше семи работ и вот эта вот неделя стартов не оставляет меня в покое но нужно будет конечно организовать все и по-хорошему нужно будет заранее все организовать что потом просто все уже нитки там были на органайзерах все дела все дела но опять же если это будет вышивка по наборам там уже все в большинстве своем нормально организовано поразбирать нитки где надо короче говоря займусь я обязательно этим до последнего я дотянула с составлением планов на лето но действительно мне было не до этого потому что я понимаю что это кусок работает это так кажется а взял там поставил перед собой коробку со своими планами там или взял список сел взял листик ручку и накатал там себе на самом деле мне нужно рассчитать сколько у меня миниатюрок потому что опять же я удачно справилась за весну с моим таким самопровозглашенным проектом миниатюра недели мне кажется миниатюрок за это не ну конечно итоги весны покажут но мне кажется я миниатюрок вышила больше чем было неделю в весне у нас все еще нормально они у меня все еще хорошо продвигаются параллельно с большими работами что не может не радовать миниатюры я вышила практически все я не притронулась там к двум маленьким наборчикам так миниатюры я зато я вышила незапланированные миниатюры да поэтому это все нужно посчитать посмотреть в каких работах какое количество крестиков посмотреть сколько крестиков я вышила за весну то есть опять же чтобы не запланировать ну что-то прям ну архи невозможное у меня есть мои экселевские таблицы одна которая мне все считает сколько я там навышивала короче кусок кусок работы но опять же повторюсь мне это нравится мне нравится считать мне нравится планировать мне нравится просчитывать это все мое это для меня наверное отдельное какое-то хобби или по крайней мере отдельное ответвление в рукоделии в рукодельном хобби поэтому я люблю все это делать я люблю точность мне недавно пришел комментарий я уже молчу про то что мне часто приходят комментарии типа ой зачем вы это делаете там вышивка это же удовольствие ну как бы кто сказал что мне это не приносит удовольствие странно но мне недавно пришел комментарий как вы так можете я не такая организованная в работе как вы в хобби как у вас это получается ну вот вот что здесь скажешь ну такой человек ну я так и ответила такой человек ну вот так вот все мы разные у меня так пока пока меня вроде люди еще смотрят пока они еще это могут терпеть кому-то чего доброго это даже интересно поэтому пока так и в общем наверное мы с вами подошли к концу уже моих впечатлений месяца единственное у меня здесь последний пункт записано тайные процессы да у меня в этом месяце был хотя это даже не в этом месте это в прошлом но я вам об этом не рассказывала в этом у меня тоже был один тайный процесс это вот тот самый первоотшиф о котором я вам говорила но он был очень маленький я быстро с ним справилась там по-моему даже меньше тысячи крестиков насколько я помню правда там еще есть много дополнительных красивых деталек но с ними я справилась тоже быстро хотя с одной из этих дополнительных красивых деталек я сталкивалась первый раз первый раз я подобное пришивала но вроде получилось второй тайный процесс он у меня по-моему уже был закончен на начало мая я его как раз фотографировала в начале мая в тот же день когда фотографировала и магнолии это лисичка это еще одна лисичка по авторской схеме от от Анны Петудовой мне все время хочется сказать Инны Пешковой потому что передо мной стоит натянутая ткань на птичку с розами я ее вижу и мне постоянно хочется сказать Инны Пешковой но нет к сожалению в мае до Инны Пешковой мы с вами не добрались надеюсь что доберемся в июне лисичка от Анны Петудовой отдельная история в декабре у Анны Петудовой вышла лисичка зимняя выглядела она вот так я ее вышла подарила подруге и когда наступил март у Анны Петудовой вышла что? весенняя лисичка правильно? мне начали писать зрители Марина а вы будете а весенняя лисичка вышла а вышла весенняя лисичка вы видели что весенняя лисичка уже вышла будете ли вы ее вышивать честно сказать я ее вышивать не планировала потому что я не представляла куда ее если зимняя лисичка это новогодняя игрушка то весенняя куда? но на протяжении марта как-то так начинали складываться обстоятельства которые меня все больше и больше подводили к этой лисе во-первых я увидела на сайте фрузелок что там появились подставки такие прозрачные подставки для пенкипов и эта подставка она была сфотографирована с зимней лисичкой мною вышитой собственно и там еще какой-то был такой антураж там были какие-то пионы и я думаю ну вот весенняя лисичка вот насколько бы она здесь круче смотрелась чем зимняя ну вот весенней лисички там не хватает второй нюанс был когда я заказывала другой своей подруге в подарок на алиэкспресс шнурки для оформления пенкипов такие такая косичка и в косичке листики я заказывала белый шнурок среди прочих а мне пришел розовый по ошибке и я показала его в покупках и кто-то в комментариях написал а этот розовый шнурок он так хорошо бы подошел под лисичку от Анны Петуновой на тот момент я уже была практически уверена в том что я ее буду вышивать у меня подруга комментарии к моим видео читает и я думаю так и как бы и удалить этот комментарий неудобно но человек как бы ничего плохого не сказал но с другой стороны я понимаю что у меня сейчас испортит весь сюрприз я приступила к этой лисе я приступила 3 апреля вышивала я ее просто какими-то там крестиков там много там больше 3000 крестиков там бэкстич там 32 каунт там не сильно легкая схема там частая смена нити на самом деле вот столько там той лисы а работы там много и все это мне нужно было протащить мимо вышивальных недель мимо внимания моих зрителей нигде не упомянуть нигде ее не показать чтоб как в этом самом как в служебном романе помните можно мы спрячем лошадь чтобы именинник не обрадовался раньше времени вот приблизительно то же самое у меня было чтобы получательница лисы не обрадовалась раньше времени мне нужно было как-то тихонько это все вышивать в общем на протяжении всего апреля ковыряла я эту лису по воскресеньям вечером после окончания съемок вышивальной недели вот вечером сколько у меня там было времени вышивала потом я поняла что у меня тут уже деревья начинают цвести я бы ее хотела красиво сфотографировать и я один день просто у меня выпал там где-то из вышивальной недели потому что я один день среди недели вот засела за эту лису и вышивала пока не вышила в итоге сфотографировали мы ее тоже в ботаническом саду сфотографировали мы ее в цветущей сакуре очень красиво получилось потом я поняла что у меня нет ткани для задника я думала что я что-то подберу в итоге у меня были какие-то ткани с натяжкой если совсем все печально то можно конечно оформить но не идеально у нас был локдаун никуда локдаун я все правильно сказала никуда было не пойти все магазины с тканями закрыты я заказала несколько тканей там две ткани на выбор в интернет-магазине показала их в вышивальной неделе и опять же прилетел комментарий марина вот этот каль она наверное под весеннюю лисичку хорошо будет подходить я опять смотрю на этот комментарий думаю что мне с ним делать вот что мне с этим комментарием делать опять же удалить неудобно а подруга может прочитать заподозрить неладное сложить как бы два плюс два но в общем я комментарий тот не трогала и оказалось потом в итоге что таки подруга не видела этих комментариев короче повезло мне и в итоге эта лисичка еще практически месяц там недели три лежала у меня дома уже готовая оформленная по ней на канале было загружено тоже лежала в ограниченном доступе видео полностью уже тоже готовая к открыванию и и я ждала моменты когда мы с подругой сможем встретиться и в конце уже вот конце мая и я ей говорю asm MI уже либо мы с тобой встречаемся либо я тебе я ей сказала что мне там нужно тебе кое-что передать я не говорила что я не говорила подарить а я говорила мне нужно тебе что-то передать то есть передать это все что угодно может быть и говорю ну я бы тебя хотела лично это передать Но если так получится, говорю, я тебе пошлю почтой. Вот на этой неделе мне тебе нужно железобетону уже отдать эту вещь. Почему? Потому что, опять же, на носу итоги съемки итогов весны, но, опять же, об этом я и сказать не могла. И вот буквально в этот вторник, несколько дней назад, мы встретились, вы в вышивальной неделе вчера это видели. Вручила я эту лису, оказалось, что она ни о чем не догадывалась, вообще абсолютно никак. Я очень довольна, действительно, я очень довольна. Я думала, да, куда же на эту лисичку будет применять, во что ее оформлять. В итоге я таки решила оформить в пинкип и думаю, ну, поставить там на ту же самую подставочку. Мне вчера приходил тоже комментарий к видео о этой лисе, а что с ней делать дальше? Я говорю, ну, вот, для украшения интерьера. И я сказала подруге, говорю, я тебе хотела очень сильно ее вышить. Говорю, что с ней делать дальше? Это твоя личная проблема. Вот куда-нибудь пристроишь. Она так на меня смотрит, говорит, да я украшаю дом по сезонам, я там меняю какие-то там декорации. Я ее 100% найду место, я ее где-то повешу, за это вообще не проблема. То есть, ну, она 100% мне как бы в дом подойдет, я ей там буду украшать. Короче, она мне не оставила ни единого сомнения по поводу того, что лисичка пригодится, лисичка где-то будет висеть. Я, конечно, довольна. Я, ну, откровенно говоря, не хотела бы слать ее пост, и все-таки мне хотелось вручить лично. Я очень рада, что до почты дело не дошло, что все-таки нам удалось встретиться. Я до нее доехала и вручила, в общем, это все дело. Я очень довольна. Я прям очень довольна, шалость удалась. И я поняла, что если сильно надо, то какие-то тайные процессы можно вышивать. Но другой вопрос, что мне это не приносит большого удовольствия, вот эти вот скрывания. Я снимаю вышивальные недели, я постоянно показываю все, что я там рукодельничаю. И это сложно, сложно не показать, сложно, чтобы оно нигде не мелькнуло. Ты что-то вышиваешь, у тебя есть какие-то впечатления, что-то такое вот прям на злобу дня, что сейчас хочется рассказать, пока оно вот прям, ай-яй-яй. А ты не можешь. Вот поэтому первая отшивательница из меня бы получилась так себе, честно вам сказать. Хотя у меня были такие случаи, опять же, с теми же самыми колокольчиками от вдохновения не так давно, с тем же самым набором, который в скорости, я надеюсь, выйдет. Сейчас мне предложили еще один первая отшив, но, слава богу, я его смогу показывать. Я прямо спросила, говорю, показывать можно? Мне говорят, да. Я такая, спасибо. Поэтому я плохой скрыватель, вот прям скрыватель, откровенно говоря, так себе. Но, как показала практика, если сильно надо, то я могу. И, конечно, это меня порадовало, это было очень-очень приятно, очень позитивно, прям хорошо. Я рада, когда люди рады. Удалось мне сделать что-то приятное. На этом все. Я думаю, что мы с вами уже здесь, да, мы с вами уже здесь засиделись на 53 минуты. Вот вам и маленькие впечатления. Так всегда. Вроде что здесь написано, практически ничего. Но начинаешь рассказывать, и все. И меня уже не остановить. В общем, в большинстве своем май был положительный, несмотря на погоду, который не очень радовало, несмотря на какие-то семейные обстоятельства, которые тоже не очень радовали, но, слава богу, уже решаются. В общем и целом, май прошел хорошо. Надеюсь, что лето у нас у всех тоже будет приятное, теплое, желательно жаркое, наполненное какими-то новыми впечатлениями, встречами, позитивными эмоциями. Я вам и себе этого очень сильно желаю, чтобы все мои... Я как будто с Новым годом поздравляю, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы все запланированное. Хотите меньше вышивать летом? Это нормально. Хотите вышивать больше летом? Это тоже нормально. Каждому своем. Я бы не хотела, чтобы мои вышивальные темпы падали, но я бы хотела перенести, конечно, часть своей вышивальной жизни куда-то на природу, потому что действительно мне это приносит большое удовольствие, вышивать где-то в парках, в скверах, в кафе. Я вышивала несколько дней назад. Кстати, в кафе у нас в большинстве своем... Ну как в большинстве своем? Я не встречала ни единого раза. Это сейчас еще, мы сейчас еще полтора часа просидим. Я не встречала ни единого раза, чтобы на моей личной практике и среди своих знакомых, чтобы вышивка в кафе кого-то смущала. Кого бы то ни было, или посетителей, или официантов, или еще кого-то. У меня с подругой, в общем-то, которой я вручала лису... Привет, Таня! Она любит, когда я ей передаю привет, поэтому я часто этим балуюсь. Мы с ней, у нас прям вот такая вот традиция, мы там раз в сезон, по крайней мере, стараемся где-то посидеть, вот повышевать. Обычно это в кафе. И абсолютно нормально к этому относятся. То есть мы пришли, там что-то заказали, ждем заказ, достали вышивку, сидим, вышиваем. Нам принесли заказ, мы отложили, там поели, повышевали, еще поели, повышевали, сидим, вышиваем. Потом через какое-то время, там, заказали еще, там, десерт или что-то. То есть мы вот несколько дней назад вообще отлично посидели. Она была с сыном, сидит, раскрасывает раскраску. Мы сидим, вышиваем крестики, вообще полная идиллия. И никто, ну, нормально, люди нормально относятся. Официантам вообще все равно. Ну, как бы, она тут целится тарелкой, чтобы не на вышивку поставить. А так, ну, как бы, ей, ну, что шло, что ехало. Вот честное слово. Ей абсолютно все равно. И вообще всем официантам на моей практике было все равно. Ну, не так давно я встретила такое очень странное явление. Мне написала моя знакомая, которая живет, вот сейчас совру, по-моему, в Харькове. У них была вышивальная встреча, они тоже пошли в кафе. Они там вышивали, то есть я так понимаю, что они и показывали друг другу вышивки. Ну, вышивальные встречи, вышивальные встречи чаще всего в кафе проходят. Потому что мы, слава, нет, не слава богу, наоборот. Мы, к сожалению, живем в той полосе, где комфортная для вышивки на природе и каких-то посиделок на природе погода меньшую часть года есть, к сожалению. То есть большинство все-таки рукодельных встреч, они проходят по каким-то кафешкам. И у них вот тоже была рукодельная встреча. Опять же, показывали друг другу работы, но мне вот с таком и говорит, мы заказывали, мы много заказывали. То есть не то, что они там, знаете, пришли там по чашке чая, заказали и просидели 7 часов. Нет, они, ну, заказывали нормально, там, ели, пили, вышивали, смотрели это все. И потом к ним подошел официант, и их оттуда, типа, попросили и сказали, что у нас там, типа, вы смущаете посетителей? Господи, какие-то, простите, что с голой попой сидят? Чем нужно смутить посетителей? Эта вышивка, это что такое неприличное? И там даже была фраза, что у нас в правилах запрещено. Я только не поняла, что в правилах запрещено. Вышивать? Прямо так и написано? Короче, это пока что тайна, покрытая мраком. Я впервые в жизни встретилась вот с такой ситуацией, что где-то в кафе вам с вышивкой не рады. Я не знаю, напишите, если у вас был такой опыт, возможно, кто-то, кто был на той встрече, еще тоже пару слов расскажет про эту ситуацию. Мне это было дико. Мне это было очень странно, какая разница, что люди сидят там, просто общаются там друг с другом. Люди часто встречаются, например, перед Новым годом, обмениваются подарками новогодними. То есть это почему-то никого не смущает. Люди там встречаются, я не знаю, какие-то фотографии вместе смотрят. Ну, много есть разных видов деятельности, кроме вышивки. Кого может смутить то, что ты сидишь в кафе, тихонечко, ты же не станок Амур, понимаете? С рамой 40 на 56 сантиметров на столик поставила. Хотя, у нас с подругой уже проскакивают мысли про тиски Топокс. До такого мы еще не дошли, но у меня было, что я вышивала на пальцах, которые я чем-то сверху, то есть на край стола их положила и чем-то сверху прижала. Вот. Ну, тоже официантку это абсолютно не смутило. Вот никак. Сталкивались ли вы с такими ситуациями? Это действительно очень интересная тема, потому что, мне кажется, рукодельные встречи – это штука популярная. Где бы вы ни жили, я думаю, что где-то там можно себе найти одну-двух вышивальщиц. Вышивка – штука популярная. Если не ограничиваться только вышивкой и крестиком, то вышивка бисером и какая-нибудь алмазная мозаика, вязание, да что угодно, что угодно. Опять же, в Украине по статистике умеет вышивать или вязать каждая вторая женщина. Да. Это много. Каждая вторая – это очень много. То есть, не факт, что она этим занимается каждый день, не факт, что она занимается этим, так как большинство из тех, кто меня сейчас смотрит, маньяки, вот как и я, но умеет вышивать или вязать в Украине каждая вторая женщина. Поэтому, я думаю, что найти хотя бы в своем там городе или, не знаю, там городке, найти хотя бы несколько человек, которые занимаются каким-то рукоделием, мне кажется, это не очень сложно, поэтому вышивальные встречи – штука распространенная. хотя бы такие мини-вышивальные встречи, я не говорю просто встречу на 60 человек, хотя бы там вот 4-5 человек. Сталкивались ли вы когда-то с тем, что администрация какого-то заведения вас попросила их покинуть? Ну, как бы я сказала своей знакомой, говорю, ну вот да, так случилось, не переживай, ну как бы они просто потеряли клиента, вы пойдете в другое заведение, у вас там будет все нормально. То есть мне кажется, что это реальное исключение, потому что сколько я вышиваю, сколько я хожу на встречи, сколько я организовываю эти встречи, сколько у меня знакомых посещают какие-то встречи, никогда, нигде нет никаких проблем. Я вам больше скажу, даже в вышивке на улице проблем никаких нет. Да, там люди посматривают, ну как бы это чисто человеческий интерес. Я там тоже могу посмотреть, если кто-то сидит там на лавочке чем-то странным занимается. Я тоже посмотрю, ну как бы посмотрела, пошел дальше. То есть ничего в этом такого нет. Наоборот, можно каких-то единомышленников найти. Мы вот вышивали прошлые выходные на лавочке, к нам подошло 2 девушки, я рассказывала, вышивали на неделе, подошло 2 девушки и сказали, ой, можно посмотреть, что вы такое вышиваете? Просто мы такие же, как вы. Это прозвучало как чистосердечное признание. Просто мы такие же, как вы. То есть ничего в этом такого нет. Я абсолютно не стесняюсь вышивать на людях. Абсолютно. Ни единой секунды. Это не вызывает у меня никакого дискомфорта, потому что я искренне не понимаю, почему сидеть, залипать в телефоне – это ок, сидеть, курить на лавочке – это ок, а вышивать – это что-то такое неприличное. Прям женщина, побойся, бога спрячь. Вот, как бы ничего в этом такого нет абсолютно. Наоборот, мне кажется, это дело надо популяризировать. И, как бы, ну не то, чтобы прям надо, конечно, это не то, чтобы моя великая миссия, но стесняться этого точно не стоит. Абсолютно не стоит. Это не то, с чем надо прятаться по углам. Поэтому очень интересная тема. Вот как-то огромной для меня была неожиданностью такая информация. Так что, кто сталкивался или, наоборот, у вас, как у меня, всецело положительный опыт вышивки где-то по заведениям и, в принципе, посещение вышивальных встреч, напишите, будет очень интересно почитать. И если вообще у вас какие-то мысли по поводу всего вышеуслышанного, не знаю, про вышивку, про беговую дорожку, про выпечку, про что я вам там сегодня только не рассказала, пишите, давайте пообщаемся с вами в комментариях. У меня сегодня было, как никогда, болтологическое какое-то настроение. Очевидно, мне таки нужно позаписывать теги. У меня очень много сохраненных вопросов, тегов. Просто не доходят руки. Надо, чтобы уже наконец-то дошли, чтобы наконец-то уже позаписывать на них ответы. В общем, вот такой вот был месяц май у меня. Уже думаю, что больше часа я вас тут продержала. Продержала? Ну да, конечно, как же без этого? Посмотрим, что принесет нам месяц июнь. Пойдемте с вами общаться в комментариях. А на этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...